Премию за свободу мыслей имени Андрея Сахарова в этом году присудили россиянину Алексею Навальному. Сейчас оппозиционер отбывает срок в два с половиной года в исправительной колонии по делу Ифраше. Его кандидатуру выдвинула Европейская народная партия. В Европарламенте отметили, что Навальный стал известен благодаря своим антикоррупционным расследованиям. «Алексей Навальный проявил большое мужество, пытаясь вернуть российскому народу свободу выбора. На протяжении многих лет он боролся за права человека и основные свободы в своей стране. Это стоило ему свободы и чуть не лишило его жизни. От имени Европейского парламента я призываю к его немедленному и безоговорочному освобождению». Кремль все обвинения в свой адрес отрицает и говорит, что Навальный находится в колонии не за свою политическую деятельность, а за нарушение закона. Мнения жителей Москвы по поводу присуждения премии разделились. «Мое личное отношение к Навальному и к его действиям в России, к его провокационным действиям – негативное. А премии, наверное, кто спонсирует, тот и выдает премии, может быть». «Если он получил премию, то значит, она как минимум для него была заслуженной. То есть он делал свои действия, и он за это и получил премию. То есть кто-то может рассчитать это как отрицательное или какое-то неправильное действие, кто-то положительное. И таких масса людей, что тех, что тех. Поэтому получил и хорошо». В Европарламенте надеются, что 15 декабря Навальный сможет лично приехать на награждение. Однако, скорее всего, награду вручат его родным и соратникам. В июне суд постановил, что его деятельность в России считается экстремистской. После этого провели рейды в домах многих его соратников. А в прошлом месяце в отношении оппозиционера завели новое дело. Это может оставить его в заключении ещё на десятилетие. Напомним, в прошлом году премию имени Сахарова присудили белорусская оппозиция.